Двигатель 3.0 дизельный, 218 л.с. Автоматическая коробка передач полный привод машина 2006 года выпуска. Давно хотел себе поставить оригинальный фарков. Чудесный обладатель его в прошлом после моей фразы «Буду через два дня в Минске и заберу его и не дай бог будет чего-то не хватать». Автоматический обладатель увлекся и собрал все болтики-заглушки и даже снял устилетель с бампера на всякий случай. Как оказалось, фаркоп использовали пару раз всего за всю его жизнь. Шар как новый смазанный. Посадочное место чистенькое смазанное вставился с первого полтыка еще до пескоструя. С завода была опция полноразмерное запасное колесо. Но, к сожалению, помощница, извлекалка ее была из простых ремней. Но душа маленького перфекциониста считала, что где-то так должно быть. На разборе был найден полноценный извлекатор. Лежал новый клапан вентиляции картерных газов. Уже пару недель и, наконец-то, добрались руки до его замены. Давно хотел себе выкаричить суппорта перед ИзАД от 4-8. Не хватает все-таки штатных дизелю. Со второй попытки установлены были первый комплект, был куплен и продан благополучно. Но раз очень хочется, надо ставить. Заодно, наконец-то, будет реанимирован ручник, который уже давно попрощался с нами и ушел в мир иной. Были куплены Суппорта 4-8 перед Суппорта 4-8 зад под вентилируемый диск Диски передние и задние Бремба Передние колодки BMW лежали уже давно, покупать другие не стал Колодки задние Bosch Колодки ручника Bosch Ремкомплект пружин ручника Bosch Родные, как оказалось, просто рассыпались до металла и местами просто кусочки фрикционного материала были на металле Шланги тормозные передние Bosch Первая попытка с шлангами Бремба увенчалась провалом Пришлось брать, что есть, шланги тупо не подходят Видимо, на складах фуфломицин решили под наше авто продавать Шланги тормозные задние Бремба Потом тоже под замену, штатные крепления не защелкиваются Поставлю также Bosch Тормозная жидкость 2 литра Бремба Датчики износа тормозных колодок Bosch Улучшение звука Замена ВЧ-пищалок в дверях И-53 на Херц По установке нет ничего сложного Скинуть карту, достать свои пищалки Срезать весь лишний пластик Вставить пищалку Забрать в обратном порядке Замена задних фонарей BMW X5 E53 на тонированный сонар Сидел, думал, чем заняться И решил сегодня вечерком поехать сдирать пленку с авто Раз начал, уже надо заканчивать Думал, сделать только крышу Но что-то меня понесло Субтитры сделал DimaTorzok В общем, в целом, после снятия пленки криминала не найдено было от слова вообще Состояние кузова и ЛКП на 4+, по 5-бальной шкале Просто следы естественной эксплуатации авто В итоге, посмотрев на имеющиеся косячки А именно пару сколов на стыке крыши и лобаша Сколы на нижней юбке переднего бампера Было принято решение Раз едем в малярку красить здание бампер новый Ибо старый разбит Делаем все по максимуму В итоге был взят бампер Ровный усилитель Нижний борт багажника Смысла убирать вмятину на старом Не видел, был взят тупо в цвет с японца Под покрас попал еще стык крыши и лобового стекла Ну и, собственно, низ переднего бампера Фары отполированы, как у кота-бубенцы После будут затянуты в бронепленку Ну и, собственно, лобаш будет ставиться новый И по традиции, это будет XYG атермальный Пескоструй покраска рейлингов И поводков дворников в порошок Продолжая эпопею с покраской И сборкой машины в единое целое Было решено сразу И дооснастись ее парочкой ништяков Которые уже давно ждали своего часа Уже давно были заменены в ЭЧ-динамике Херц САП в крыле стоит давно Но руки чешутся, и хотелось большего И решено было внедрить штатный DSP И дальше улучшать уже его по максимуму Еще год назад был взят полный комплект DSP у друга В нем была полностью вся проводка Все динамики и усилитель У меня стоял просто ИФИ И с одной стороны это упрощало задачу Замени 4 НЧ-динамика Перепинуй фишки и воткни усе Но не тут то было Начитавшись гору тем, как перепиновать разъемы Понял одно, не мой вариант Долго думал как поступить И решил уговорить друга Андрея Собрать проводку как надо из двух Так чтобы в проводке был и DSP И NAVI, и видеомодуль Короче вообще все, что могло цепляться На данную косу Пообщавшись с ним Была найдена ИФИ проводка под NAVI в белке Я ему оправил из комплекта с DSP Он за парочку дней состряпал полную Отправил мне А проводка еще в коробке Давно хотел купить еще один комплект дисков Ибо требовать каждый год уже устал Решил попробовать поездить на 168 пластилиновом стиле В надежде, что не развалится Были найдены в Москве комплект Подгулявшим состояние оригинальных дисков За 25 тысяч Отданы сразу были в песок и порошок Что порадовало диски Три диска были идеально ровные А четвертый пришлось немного подровнять И самое главное Они были без швов После этого начались муки покраски Как оказалось, сплав на 168 стиле полное дерьмище В принципе, знал, но не настолько же говно делать И новый слой местами пузырился И классно в оригинал не зальешь Ибо их в свое время чуток поела коррозия Пришлось выбирать или серебро, или графит В итоге сделали в матовый графит Который скрыл все огрехи Плановое то Замена передней подвески BMW X5 E53 в оригинал И еще куча всего Сервисный комплект поперечного рычага передней подвески Сервисный комплект резинометаллических шарниров кривых рычагов Шаровые опоры кривых рычагов два штуки Стойка крепления штанги стабилизатора левая Стойка крепления штанги стабилизатора правая Поперечная рулевая тяга в сборе с наконечником два штук Стойки в сборе с японского авто с пробегом 1060 от силы Ну и для чистоты кривые рычаги с того же японца, в которых стояли еще родные сайленд-блоки и не перепрессовывались Субтитры подогнал «Симон» Приветствую всех, кто зашел на мою страничку Подписывайтесь, оценивайте Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»